Процедура простая. Так выдают продуктовые наборы для льготных категорий учащихся. В конце марта школы перешли на дистанционное обучение. Вместо горячего питания школьникам теперь положены сухие пайки. Мы побывали в поселке имени Цурупы в школе номер 13 и узнали, кто имеет право воспользоваться этой льготой. Горячим питанием у нас обеспечивается следующая категория обучающихся. Это дети из многодетных семей, дети, находящиеся под опекой, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В нашем образовательном учреждении в школе номер 13 таких по списку 66 детей. Деньги, выделяемые государством на обеспечение льготников питанием, на один учебный день суммируются, а потом уже формируется закупка. Майский набор уже третий. Правда, из-за праздников было меньше учебных дней и пакеты похудели. Продукты от набора к набору несколько отличаются, но в основном это крупы, макароны, растительное масло, консервы, молоко и сладости. В майском пайке достаточно много сладостей, а мозг самый энергозатратный орган. Александр Иванов, Дмитрий Волнов, Новости Искровект.